Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня у нас урок по технологии в третьих-четвертых классах. Тема сегодняшнего занятия – изготовление панно «Весенние цветы из ткани», а вернее из лоскутов ткани. Что такое панно? Панно – это настенное декоративное украшение, которое предназначено для эстетического оформления наших домов и жилищ. Панно выполняется в разных видах. Оно может быть в виде живописной фрески, может быть в виде скульптурного барельефа или даже графического рисунка. Мы с вами сегодня будем делать, как я уже говорила, панно под названием «Весенние цветы» из лоскутов ткани. Эту работу можно выполнить из лоскутов ткани вот таким образом. Если вы не найдете подходящие лоскуты, вы можете выполнить из бумаги. А вот это, ребята, объемная аппликация. Очень красивая. Приступаем к нашей практической деятельности. Берем картон. Вы можете картон оформить по краям красивой ажурной лентой. Она приклеивается на обычный клей. Клей-карандаш он называется. Далее, ребята, мы берем ткань, любая ткань, которая у вас есть под рукой. Различные лоскуты. Все, что есть в доме в наличии. Также можно использовать ленточки. Цветные ленточки. Моя идея заключается в том, чтобы сделать панно «Весенние цветы» в корзине. Я сейчас предполагаю внизу приклеить корзину. Чуть выше, в середине я расположу цветы, объемные цветы. Я беру лоскуток ткани любого размера, какой мне нравится. Далее я складываю вот таким образом и вырезаю трапецию. Это делается вот таким образом. Можно предварительно начертить, а можно это делать сразу. У меня получилась вот такая трапеция. Посмотрите, ребята. Вот такая трапеция. В данном случае я использую для корзиночки вот этот лоскуточек. Я могу сразу его приклеить. Приклеиваю я с помощью обычного клея. Если вы хотите, можете приклеить с помощью клей-пистолета, но тогда вам должны помочь ваши родители. Как я это делаю? Я предварительно промазываю это место клеем очень густо и после этого наклеиваю нашу корзиночку. Вот таким образом. Очень аккуратно, ребята, работаем. Далее, ребята, переходим к букету. Букет у нас будет располагаться по центру. Для того, чтобы создать весенний букет, я сделала заготовки, шаблоны. Вот такие цветы. Вот из этого шаблона тоже можно создать цветок. Что вы делаете? Вы берете шаблон, берете лоскуток, с изнаночной стороны кладете шаблон на лоскуток ткани. Далее вы прорисовываете по контуру цветок, вырезаете и получаете вот такие вот цветочки. Далее, ребята, для создания цветов мы воспользуемся вот этим вот шаблоном. кладем на ткань и обводим по контуру. Вот что у меня получилось, ребят, посмотрите. Далее мы вырезаем то, что мы нарисовали. Ножничками пользуйтесь очень осторожно. мы вырезали по шаблону. Вот что у нас, ребята, получилось. Теперь я беру нитку с иголкой. Иголкой тоже, ребята, пользуемся очень осторожно. И сшиваю по краю этого нашего шаблона. И в конце, ребята, мы с вами вот так вот стягиваем нить к центру. У нас получается вот такой замечательный весенний цветок, похожий на цветок персика. Посмотрите, какая красота. Обязательно надо этот стежок закрепить, чтобы он в дальнейшем у вас не распоролся. Как мы закрепляем? Вот таким образом делаем петельку и сквозь петельку пропускаем иголочку. Отрезаем ножничками лишнюю нить. Вот таких цветов надо сделать несколько. Я заготовила заранее цветы и поэтому могу уже собирать наше панно. Обязательно иголку нужно в игольницу лоткнуть. Посмотрите, какие красивые цветы, ребята. Так, в моем панно предполагаются желтые цветы. Для того, чтобы их закрепить, вы можете воспользоваться также клей-пистолетом, но для этого понадобится помощь мамы. Но также вы можете сделать это сами, но используйте тогда уже пластилин. Я воспользуюсь клей-пистолетом. Далее, ребята, я сделал еще несколько заготовок цветов, чтобы дополнить свое панно. Так, мне понадобятся также листочки. Листочки я заготовила заранее. Вы также можете их вырезать из ткани. Вот такое замечательное панно у нас получается, но, ребята, это еще не окончательный вариант. Мы продолжим работу. Так, листья могут иметь разную конфигурацию и заостренные, более скругленные. Так, надо посмотреть, что нам еще добавить в наше красивое панно. Так, я думаю, вот к такому виду мы можем провести. Сейчас я это все закреплю с помощью клей-пистолета. Клей-пистолет можно наносить на картон, а можно наносить на цветы. Непосредственно на цветы. Также листья приклеиваем. Клей наносится либо на листья, либо на картон. Я думаю, вот мы уже почти приводим к окончательному виду, но небольшой штрижок, мне кажется, нам не помешает. Я хочу добавить вот такой вот элемент из ленточки. Если у вас есть какие-то бантики, вы еще каким-то образом хотите украсить ваше панно, пожалуйста, ваша фантазия безгранична, вы можете это сделать. Будьте осторожны, не обожгитесь. Так, можно, ребята, еще использовать бисер, стеклярус, пайетки или даже бусинки. Их тоже нужно приклеить либо на пластилин, если с вами нету рядом взрослых, которые могут помочь. Либо вот на клей-пистолет. Так, и последний штрих. Я хочу приклеить вот такой небольшой бантик на нашу корзинку. Я думаю, она будет здесь кстати. Ребята, посмотрели, что у нас получилось. Вот такая композиция, панно, весенние цветы мы с вами сотворили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 До свидания, ребята, до новых встреч!